Добрый вечер! Вы на Щелковском. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Позвонить в студию по телефону 71440-71450 и задать свой вопрос вы можете нашему сегодняшнему гостю. Это исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа Щелково Аркадий Собейников. Добрый вечер, Аркадий. Здравствуйте. Давайте уточним сразу, какие обязанности вы исполняете и какую сферу курилете. Это сфера жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на территории городского округа Щелково. Очень интересный, наверное, у нас сегодня будет эфир. Я думаю, и вопросы, которые сегодня будем обсуждать, они будут очень актуальны, потому что сфера у вас такая очень актуальная, очень живая. Много в ней происходит всего, и это, конечно, касается всех наших жителей непосредственно. Первая тема, самая актуальная, самая передовая, это то, что сегодня у нас происходит на улице. На улице у нас сегодня зима, ну какая-никакая, но все-таки зима. И отопительный сезон, как говорится, в самом разгаре. Подготовка к нему велась. Велась основательно. Выезжали на котельные, смотрели, как работает оборудование, как эти котельные функционируют. Как сегодня проходит отопительный сезон, какие проблемы есть в данный момент в нашем округе? Ну, у нас на данный момент проблемы, это из-за температуры наружного воздуха. Потому что у нас очень много автоматизированных котельных, и сетевые теплоснабжающие организации в рамках 261-го федерального закона об энергосбережении переводят центральные тепловые пункты и оборудование на котельных на температурные графики. Образно говоря, для комфортного проживания населения температура в квартирах должна быть не менее 18 градусов, а не более 23. Эти температурные графики разрабатываются инженерным составом. И в зависимости от температуры наружного воздуха, допустим, если будет на улице плюс 8 градусов, то котельная будет работать на минимуме и подавать в сеть 35 градусов. Если температура будет минусовая, естественно, температура теплоносителя будет выше, и жители почувствуют в батареях более горячий теплоноситель. Сейчас, на данный момент, очень много обращений приходит именно по этому недопониманию населения, то, что у них батареи едва теплые. Комиссии выходят, смотрят, обследуют. Да, выявляют факт, что батареи едва теплые, но на улице там плюс 3, плюс 5 градусов. Естественно, ведется разъяснение с населением, также управляющие организации. Ставится задача, чтобы они вывешали температурные графики, потому что в этом году порядка 10 центральных тепловых пунктов перевели на температуру наружного воздуха. Есть проблемы. Это фонд передан от Министерства обороны. Стыки отопления не все в полном объеме циркулируют. С чем это связано? Это связано с тем, что они забиты и в свое время плохо обслуживались. Образно говоря, промывка и гидравлические испытания проводились нерегулярно. Сейчас управляющие организации это все выявляют, потому что и погодные условия позволяют, и сразу по обращениям жителям мы видим, где и какой стояк отопления нужно менять. В основном это Щелково-4 у нас, это бывший военный городок. Вышака, это Загорянка. Там тоже есть определенные проблемы и трудности. Также и Новый городок. Вот это три у нас таких военных городка, где наиболее выявляются проблемы по поставке тепловой энергии именно в квартирах. Потому что не все стояки прогреваются. Но управляющие организации нам ежедневно отчитываются по проделанной работе. Я думаю, еще пару недель и вся ситуация будет исправлена. Также при выходе комиссии замерялась температура в жилых помещениях. Она составляла от 18 до 22 градусов. То есть это все автоматика теперь регулирует, я правильно понимаю? Да, автоматика. То есть это не тот момент, когда на улице, допустим, минус стоит, человек вынужден сам себе добавлять или как-то ходить куда-то просить. То есть это все автоматически выявляется? Некоторые, да. Вот раньше было, у кого стоят заборные арматуры перед радиаторами отопления, некоторые сами себе перекрывали. Но главное, чтобы была перемычка. Это чтобы циркуляция дальше по системе отопления пошла. Потому что бывали такие случаи, их много, когда жители меняют радиаторы отопления и забывают про других, ставят краны, а перемычку между подачей и обраткой системы отопления не ставят. Из-за этого после перекрытия по всему стояку нет циркуляции, из-за этого нет отопления. И управляющая организация ищет данного собственника. И после этого только открывает, дает предписание, чтобы они устранили. И циркуляция возобновляется. В студию поступил звоночек. Наверное, послушаем, да? У жителей возник вопрос. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Очень приятно. Вы уже не один вечер проводите встречу. Вы знаете, очень приятно. Благодарю вас, мне тоже очень приятно. Значит, у меня вот такой вопрос. Я прочитала, что с Нового года будут отопления пересчитывать по новой форме. Вот мне бы хотелось, чтобы вы нам объяснили, как это будет, чем, что для нас это будет дешевле, дороже. И что, мы опять будем круглый год платить? Или только вот в отопительный сезон? Объясните, пожалуйста. Ну, в 354-е постановление о предоставлении жилищно-коммунальных услуг, да, будут вноситься изменения, но еще они не утверждены. На данный момент 1 к 12 у населения идет начисление за отопление. В некоторых многоквартирных домах, где установлены общедомовые приборы учета, идет 1 к 7. Это зависимости от многоквартирного дома. Обычно это в новостройках ресурсоснабжающей организации заключается с управляющей 1 к 7. В основном фонде это 1 к 12. Тариф пропорционально на 12 месяцев рассчитывается по нормативу. Ну, я так понимаю, что вопрос задан. Жителей, то есть людей ждет, я так понимаю, именно повышение в отопительный сезон? Нет, повышение, тариф меняться не будет, тариф меняться не будет. Норматив на подогрев и норматив также меняться не будет, как он есть, так и будет. Формула расчетов, ну, говорили, что в 354-м внесут изменения, но на данный момент, на данный момент, все как в этом году, так и в следующем. То есть мы успокаиваем жизнь, мы говорим, что никаких повышений на тарифы по отоплениям? Тариф на данный момент повышаться на следующий год не будет, это в центре города. Естественно, у остальных теплоснабжающих организаций, у нас их на территории порядка 17, раз в год идет дифференциация тарифа. Это за счет увеличения стоимости природного газа, электрической энергии и водоснабжения. Это все тарифная составляющая на тепловую энергию. Я знаю, что сейчас создана система ЦУР, Центр управления регионов, очень хорошо контролирует, ну, насколько мне известно, все возникающие вопросы, да, в том числе, если вдруг случилась где-то авария и так далее. У нас есть небольшой сюжет, может быть, отвлечемся, посмотрим сейчас, да, о том, как эта система действует, в том числе, в нашем городском округе. Центр управления регионом городского округа Щелково создан около месяца назад. Сюда стекается вся информация по жалобам жителей, которые поступают на портал Добродел и по другим каналам. Данные аккумулируются и направляются конкретным исполнителям. Все наглядно отображается на интерактивной карте. Сейчас в центре внимания начало отопительного сезона. За последние дни ситуация заметно изменилась. Карта интерактивная, можно увеличить и посмотреть конкретно, по каким адресам у нас существовала проблематика с отоплением. Так как проблемы решаются, и как мы стараемся, мы не решаемся в кратчайшие сроки, на сегодняшний день это уже не актуально, да, собственно говоря, сейчас вот актуальная картина по тем проблемам, которые еще остаются. Они тоже будут решены в ближайшее время. По словам исполняющего обязанности заместителя главы администрации по ЖКХ Аркадия Собейникова, отопительный сезон в городском округе Щелково вошел в штатный режим. На территории городского округа Щелково 61 котель. На данный момент все котельные запущены. 194 социальных объекта. Теплоснабжение поставляется в штатном режиме. Ежедневные социальные объекты объезжают сотрудники хозяйственно-технического управления по образованию и сотрудники тепловой инспекции теплоснабжающих организаций. Также на 1326 квартирных домов подан теплоноситель. Так что теперь проблемы с отоплением, если и возникают, то на внутридомовых сетях. И решать их должны специалисты управляющих компаний. Хотя надо принимать во внимание и то, что новые автоматизированные котельные являются метеозависимыми. Когда на улице тепло, они просто отключаются. А погода на этой неделе преподносит сюрпризы. На улице плюс 14-17 градусов. При повышении температуры больше 8 градусов котельные котлы останавливаются и только работают на циркуляцию. В системе теплоснабжения параметры 35 градусов подачи теплоносителя. Это и два теплые батареи. Мы даем разъяснение, что погода зависит из моей котельной, поставляет определенную температуру. Если вы все же недовольны качеством отопления в квартире и решите пожаловаться, знайте, что ваше обращение обязательно поступит в Центр управления регионом. И отреагировать на него постараются максимально быстро. Как следствие, так сказать, мы видим результат отработки. Здесь мы получаем отчетные некие документы, мы получаем отчетные параметры. И вот стараемся, да, стараемся и контролировать, и свести к минимуму время обработки всех жалоб жителей. Ну, собственно, репортаж подтвердил то, о чем мы изначально говорили, да, о том, что температурный режим контролируется, да, в том числе оборудованием, что вот Центр управления регионом контролирует, да, в том числе какие-то сбои, если они вдруг происходят, вот обратились к этой теме важной. То есть, в общем-то, под контролем сегодня отопительный сезон, да, полу... И не только. И не только. Ну, если не только, то тогда следующий момент – это водоснабжение. Очень тоже такой проблематичный, я бы сказала, момент для нашего городского округа, потому что есть определенные очаги, да, и поселения, где с водой, то, в общем-то, ну, с этими моментами есть напряженка, да. И я знаю, что водозаборные узлы, на которые тоже наши съемочные группы выезжали сегодня, на многих из них, ну, да, есть современное оборудование, оборудование функционирует. Расскажите, пожалуйста, об этом, как сегодня проходит вот эта работа с водозаборными. Ну, на территории городского округа Щелково 54 водозаборных узла, вот, три ресурсоснабжающих организаций, которые поставляют водоснабжение, вот, гарантирующие организации у нас МУХ Межрайон и Щелковский водоканал, вот, она охватывает порядка 90% всего городского округа Щелково. За прошлые годы мы отремонтировали капитальный ремонт с установки станции Бежелеза, не прошло 15 у нас в СЗУ по госпрограмме, эта программа продолжается. В этом году закончена, вот сейчас, на данный момент, работа на СЗУ Роза-Лексембург, эта загорянка тоже передана от Министерства обороны в водозаборный узел и обслуживается Межрайоном Щелковским водоканалом. Это первый этап, там поменяли фильтрующий элемент, поменяли насосное оборудование, а во втором этапе уже будут делать как и фасад здания, и внутри штукатурить, и менять обвязку трубопроводов, то, что в этом году не было заложено. Вот, качество воды улучшается, но в связи с тем, что у нас в сети есть определенная там степень износа, естественно, водоканал за финансовые средства, которые у них заложены там на капитальное вложение, на содержание инженерной инфраструктуры, они делают, но сразу и все за один год сделать невозможно. Потому что, во-первых, очень большая протяженность, во-вторых, очень большая стесненность, вот, инженерные инфраструктуры именно в городе, потому что не везде можно пройти открытым способом, необходимо и закрытым способом, и также очень много согласований получать на те или иные работы земляные. Первым этапом, что мы хотим сделать, это до конца следующего года, это на ВЗУ установить новое оборудование, и станцию, и система очистки, и насосное оборудование, как и первого подъема, это скважины второго подъема, который уже идет в город, в сеть. После этого от каждого ВЗУ с водоканалом уже начали разрабатывать план мероприятия, я думаю, в следующем году мы его утвердим, по замене центральных магистралей от водозаборных узлов. Потому что все равно в сетях есть отложение железа, и при, допустим, технологическом сбое, отключении электричеством на водозаборном узле, если сотрудники МЧСа берут воду для тушения пожаров, либо коммунальные службы, которые осуществляют летнюю уборку дорог, то же самое из пожарных гидрантов берут водоснабжение, идут небольшие такие гидравлические удары, потому что идет сразу большой расход, повышается давление на ВЗУ, и с трубопроводов идет, ну, мутная вода, естественно, железо, как можно сказать, ну, не мутная, это не то, что там грязно, это железо. Железо со стенок трубопроводов. Ну, это осадок. Осадок, да. И жители начинают обращаться, правильно делают, что обращаются. Конечно, конечно, что вода пару, знаете, такого цвета, что страшно становится. Ну, сразу туда отправляем бригады водоканала, отправляем в лабораторию водоканала специализированную, берем пробу воды, выясняем причины, почему это произошло, из-за чего это произошло, и уже принимаем меры. Также водоканал промывал сети в этом году. Естественная протяженность сети по порядка 416 километров, но это очень большой объем. Все центральные магистрали, в принципе, были промыты. А вот отводящие магистрали, это внутрикварцальные, где мы на квартирные дома, там не везде сотрудниками водоканала были осуществлены мероприятия. Ну, естественно, мы эту работу продолжаем, потому что погодные условия нам позволяют. У нас есть сейчас определенные проблемы по микрорайону Богородскому. Не постоянно, но жители обращаются в определенное время, то, что идет вода, ржавчина из, ну, мутная. Хотя там внутриплощадочные сети от застройщика все в пластике. Вот этим вопросом также разбираются и по закольцовке там системы. И, скорее всего, водоканалу будет дано поручение промыть совместно с управляющими организациями, потому что в комплексе надо к этому подходить, промыть совместно с управляющими организациями данную сеть. Тоже в Пафряново у нас есть проблема обращения жителей. Мы просто это все видим, как и в ЯЦУРе, и как обращение к нам в администрацию. В Пафряново есть от ВЗУ Булакова обращение на некачественную водку. Там установлены новые станции без железования. Туда на завтра вызваны подрядные организации, которые ее устанавливали. МОП Фряновская ЖКХ и территориальный отдел. Завтра должны нам доложить о причинах, почему там уходит железное качество воды. Потому что до этого было все нормально. Так, в принципе, работа будет продолжаться по системе водоснабжения. Будем как... Водоканал будет за инвест-программу. Они утверждают ежегодную инвест-программу, где включают определенные мероприятия, необходимые для улучшения качества обеспечения населения коммунальные услуги. Как и по водоснабжению, так и по водотведению. И также будем входить в государственную программу при поддержке губернатора Московской области для капитальных ремонтов, реконструкций, модернизаций нашей системы. То есть необходимо все-таки все сети потихонечку наменять? Да. Износ серьезный, видимо. До 60%. В городе, например, я знаю, очень часто сталкиваюсь, и люди говорят, что вот заречная, да, вот эта вот верхняя часть, вот эта вся, там вот микроэнсолнечный, там тоже у них регулярные бывают проблемы какие-то с водой. Это тоже, опять же, связано с сетями, да? Да, это связано с системой, потому что на станциях система водоподготовки установлена. Вот. Мы будем эти сети тоже промывать, мыть и обследоваться до канала. Ну, да, это важно. Несомненно важно, чтобы люди пили хорошую, чистую воду, и чтобы как можно меньше было. Знаете, выкладывают очень часто в соцсети мамочки и женщины, особенно вот, ну, вот эту льющуюся, я ее называю, льющуюся газировку, да, там, спрайт или еще не спрайт, просто меринду или там когулу, пепси. И тут вопрос, вот люди могут, да, испортить себе, собственно говоря, ванну и так далее. Ну, вот тоже тот момент такой, когда надо обращаться, нужно говорить, да, что такое происходит. Да, сразу вот при любом обращении сразу мы отправляем туда сотрудников водоканала. Если вопрос не решается, выезжают сотрудники администрации. Уже и разбираемся детально от, начиная от источника до потребителя. К другой теме перейдем. Обслуживание жилого фонда. У нас в городе достаточно такая, знаете, как я называю, наш город контрастов. У нас есть хорошие новые дома, новостройки, да, в которых, наверное, не так много проблем, а есть дома уже такие достаточно серьезно, долго пожившие, и там, наверное, проблем немало. Вот как сегодня обстоит дело с жилым фондом, с капитальным ремонтом, где проводится текущий ремонт, давайте на эту тему поговорим. Жилой фонд на территории городского округа очень сложный, потому что большинство его передавалось от фабрик, от Министерства обороны, от предприятия сельхозназначение, и при передаче никогда не делался капитальный ремонт. Естественно, сейчас управляющие организации за содержание текущих ремонтов делают, поддерживают фонд, который в большой степени износ. Потому что вложений в финансовых средств довольно много нужно. Есть фонд, который не войдет в капитальный ремонт, который по договору о развитии застроенной территории, либо признан уже аварийным подлежащим расселению. Там капитальный ремонт не будет проводиться, будет проводиться только снос после того, как застройщик построит квартирный дом и начнет расселение и переселение. У застройщиков тоже есть определенные трудности, нюансы по этому поводу. Но администрация ведет плотно диалог и с Минжилполитикой, и с строительными организациями, чтобы в ближайшее время начали строительство квартирных домов в дальнюю рано. Потому что на дальней воронке степень износа очень большая. Мы туда постоянно выезжаем, жителям объясняем. Управляющая организация в рамках текущего ремонта кровлю, естественно, что необходимо кровлю, теплоснабжение, водоснабжение, канализация и электрика. Это все поддерживается. Но о ремонте подъездов там, естественно, никакой речи не может идти. Потому что и сбор маленький, и тариф на содержание тоже от 6 до 9 рублей. Это вот по дальнему воронку, если брать центр города. По остальному жиловому фонду у нас есть краткосрочный план капитального ремонта. Вот он трехлетний. До 1 сентября собственниками квартирного дома совместно с управляющей организацией должны провести собрание, выбрать вид капитального ремонта, что необходимо. Кровля, внутренние инженерные сети, электрика, фасад здания. Отдефектовать и предоставить в адрес администрации. После этого администрация готовит постановление и направляет в адрес министерства ЖКХ для формирования уже в фонде капитального ремонта программы. Трехлетней программы. Естественно, и министерства ЖКХ, и фонд капитального ремонта смотрят на сборы квартирного дома. В случае, если там финансовых средств хватает только на внутреннюю инженерную систему, то включат только внутреннюю инженерную. Либо наоборот, кровля. Тоже от сбора платежей населения, которые идут в фонд капитального ремонта. Это основная из причин либо отказа, либо включения в квартирный дом. За 2019 год 72-м квартирного дома отремонтировано. Также работа, то, что у нас были переносы с 2017-го и 2016-х годов и 2018-й, также сейчас заканчивают подрядные организации. И фондам принято решение, сейчас договора будут с подрядными организациями, так как есть определенные трудности при выходе на квартирные дома. Это разработка проекта сметной документации, прохождение ее в экспертизе. Это большое количество времени. Из-за этого подрядчики выходят только в середине лета, либо в конце летнего периода. Жители потом к нам обращаются, почему это не делалось раньше, почему это делается сейчас, снимается кровля, меняется система отопления. Вот сейчас принято решение. Ну, еще оно в стадии обсуждения, но я думаю, это все реализуется, что будет на несколько лет заключаться контракт, чтобы можно было полностью комплексно завершить каждый многоквартирный дом. Также капитальный ремонт – это капитальным ремонтом. У нас все-таки есть статья о содержании текущего ремонта, которая для муниципального жилья, естественно, утверждена, ну и для всех остальных утверждена администрацией городского округа Щелково. Но также, согласно личного кодекса, собственники и совместные управляющие организации могут разработать свой тариф, обоснованный для эксплуатации жилого фонда. На данный момент это сделано только на четырехмаквартирных домах. Там тариф, естественно, выше, чем утвержден, но степень благоустройства и степень отчетности перед жителями естественно больше за управляющей организацией либо товарищества собственников жилья отчитывается перед собственниками по каждой строке, которую они утвердили на план текущего года. Я поняла. Сейчас мы немного прервемся. Все хорошо, говорите. А после рекламы поуточнимся немного. И по капитальному, и по текущему ремонту. Не уходите далеко, скоро вернемся. Возвращаясь в студию и продолжаем беседовать с исполняющим обязанностей заместителя главы администрации городского округа Щелково Аркадия Собейникова. Ну так самое интересное, что мы должны полностью понять уже и в чем разобраться капитальный ремонт в домах и текущий ремонт в домах. Какие работы по капитальному ремонту проводятся? То есть, может быть, вкратце. И что подразумевается под текущим ремонтом? Ну, капитальный ремонт в многоквартирных домах проводится это на основании обследования. Потому что управляющая организация ежегодно, два раза в год, должна обследовать многоквартирный дом. Должна? Да. Она это не должна, она обязана это делать управляющая организация. Они все об этом знают? Конечно. Это прописано, как и в постановлении правительства о содержании многоквартирных домах. И в жилищном кодексе, и все собственники многоквартирного дома должны это знать. После обследования с советом многоквартирного дома, с собственниками многоквартирного дома, они должны провести собрание. И включить в план капитального ремонта те или иные виды работы. Если это, ну, необходима замена полностью кровлю, значит кровлю. Если внутренняя инженерная система, это теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, то это должны делать. Фасад, ну, утепление фасада, вот. Также чердачное помещение, есть ремонт. И подвальное помещение. Но это может делаться все вместе, или все-таки что-то одно будет делаться? Нет, вообще к многоквартирным домам подходит комплексно. Лучше всегда подходить к комплексу, делать, ну, естественно, начинать кровлю. Делать кровлю, потом уже внутренний инженерный систем. Ну, вы говорите совместно. А вот я понимаю, что вы, наверное, общаетесь часто с управляющими компаниями, да, наверное, чаще, чем с жителями. Насколько же люди активно идут в это во всем? Насколько люди выходят на этот диалог? И насколько вот, то есть, тут же важно понимать, да, что это не просто там, один пришел, я хочу, а согласие-то есть? Ну, здесь у нас как? Там, где есть проблема, всегда житель придет и будет говорить, что необходимо сделать капитальный ремонт. Ну, это надо довести до всех собственников. Это работа с населением именно управляющей организации. Потому что без взаимодействия управляющей организации и населения, ну, никакой работы и взаимопонимания не будет. Все будут обращаться и говорить, что управляющая организация плохая, ничего не делает. Ну, вот на капитальный ремонт все, ну, постоянно все хотят дома в капитальный ремонт. Надо не забывать, что управляющая организация, статья на содержание текущий ремонт, входит практически то же самое. Если бы управляющие организации изначально все поддерживали, я говорю, ну, на том фонде, который был передан, ну, сразу в хорошем состоянии. Я не говорю это от Министерства обороны, а от других предприятий. Если бы они содержали ежегодно фонд, проблем бы не было практически. И обращений собственников на плохую работу управляющей организацией нет. Потому что текущий ремонт, как и подъездов, как и кровли, фасада и внутренних инженерных сетей, это заложено в статью содержания текущий ремонт. Просто собственники должны с управляющей организацией это все требовать. Это прописано в законе. Они должны делать планы. Вот сейчас, на данный момент, по итогам осеннего осмотра, управляющие организации должны согласовать с собственниками квартирного дома, со старшими по дому, председателем советов квартирного дома, план на следующий год. Утвердить его, вывесить, разместить на сайте управляющей организации, на информационных стендах и по нему идти. Вот если у нас будет эта плановость в управляющих организациях, проблемы, большинство проблем с ними. То есть это ответственность. Очень большая ответственность людей, которые, в общем-то, отвечают. Отвечают за вот этот дом. Потому что, когда у человека свой частный дом, он за него отвечает сам, как хозяин. А здесь, получается, люди живут в квартирах одного большого хозяйства под управлением... Управляющей организации либо ТСЖ. То есть, получается, здесь обе стороны должны быть заинтересованы, но управляющая компания должна все-таки быть таким хозяином и заботиться о том, чтобы где-то, если не дай бог, маленькая дырочка образовалась, чтобы ее залатать, чтобы уже не доводить до чего-то серьезного, да? Ну, я просто... Мне даже вот само интересно, насколько... Вот где такая согласованность есть? Есть, но есть определенное количество собственников, которые очень плотно работают с управляющими организациями. И сразу видно и по количеству обращений, и сразу видно, когда приезжаешь на квартирный дом с какой-либо там обходом. Вот. Отношения, как жители относятся к управляющей организации. Как управляющая организация ведет их в себя собственную. Как бы это взаимопонимание должно быть. Вот это взаимопонимание еще и в одном вопросе тоже должно быть. Это программа «Мой подъезд», которая, я знаю, что... Это вообще такое совместное творчество, да? Когда люди предлагают и выбирают и цвет краски, и так, как будет выглядеть их подъезд. И, в общем-то, это все, опять же, во взаимодействии, да? То есть это такая общая забота. Как сегодня эта программа проходит? Какие дома у нас еще, в общем-то, туда вовлечены? И где еще будет проводиться вот эта работа с подъездами? Да, программа – это губернаторы Московской области для улучшения качества проживания населения на территории Московской области. Там выделяются деньги региона, это Московская область, муниципалитета и управляющие организации, ну, можно сказать, собственников, но квартирного дома. Потому что собственники за это платят управляющие организации. Вот. У нас на территории 3,5 тысячи подъездов на квартирных домах. Очень большое количество мы сделали за 2017-2018 год. Около 2 тысячи подъездов отремонтировали. В этом году мы на данный момент уже отремонтировали 307 подъездов. На следующий год также сейчас списки формируются. Естественно, сейчас отбор идет намного жестче в плане того, что подъезды, которые, ну, управляющая организация следит, и, ну, в принципе, там капитальный ремонт не нужно делать, его включать не будут. Будут включать те подъезды, где процент износа, его, вот так могу сказать, более 60-90%, вот, чтобы их восстановить и привести в порядок. Люди активно включаются, да, вот в эту работу все-таки, или больше действительно управляющие компании решают? Нет, жители очень активно. И есть у нас на территории, кто занял первое место по ремонту подъезда, потому что жителями, совместно с жителями, управляющая организация, ну, сделала очень оригинальные подъезды. Не в обычном стиле, там, в обычной краске, а с, там, животными, там, с цветами, там, ну, с деревьями. Красиво. Креативно. Да, да, видели несколько таких. Ну, дай бог, чтобы эта программа продолжалась. Людям все-таки приятно входить в дом, где ухоженные все начинаются с подъезда, да, и дальше уже, собственно, попадать в свои квартиры. Люди любят эту тему обсуждать ЖКХ, и не просто так это обсуждается. Сегодня очень много проблем в этой сфере, и в том числе у самих людей, которые, ну, к сожалению, накапливают долги. Накапливают долги и перед управляющими компаниями, и перед ресурсоснабжающими организациями, если платят, я понимаю, напрямую, да, есть такой момент. Как эта проблема решается? Целые собрания собираются, я знаю, с должниками? Да, собираются. Эта работа должна быть на постоянной основе. У нас законодательство построено так, что с должниками работают либо управляющие, либо ресурсоснабжающие организации, в зависимости, какие платежи идут, напрямую или нет. Вот, и только в судебном порядке. Но есть в 354-м у нас то, что управляющая организация может ограничить поставку коммунальных услуг, но перед этим уведомив собственника о задолженности за 7 дней. Либо Почта России, либо путем передачи информации, там, предписания о задолженности в руки, СМС, через почтовый ящик. Вот, они должны уведомить собственников и после этого произвести ограничения либо электроснабжения, либо горячего водоснабжения, либо канализации. Вот, это единственный метод, если не через суд. А так, в основном, это управляющие организации все подают в суд на собственников квартирного дома. Вот, и по исполнительным листам, путем блокировки карточек, путем запрета выезда за границу, вот, жителей понуждают оплачивать коммунальные услуги. Потому что здесь по-другому. Мы даже в администрации собирали комиссии по неплательщикам и просили. Почему я сказал, понуждают? Потому что мы просили население оплатить. Вы знаете, в этом году у нас были отключены котельные по горячему водоснабжению в определенных микрорайонах. Мы также выходили к населению, просили их оплатить за жилищно-коммунальные. Списки вывешивали на подъездах, но, естественно, только с номерами квартирами и суммой задолженности. Ну, их сразу, те, кто видит свою квартиру, сразу срывают, естественно, не до всех информация не доходит. И здесь тоже старшие председатели Совета на квартирные дома должны также помогать управляющим организациям работать за должностью. Потому что все собственники живут в одном квартирном доме, все жители. Все хотят, чтобы у всех было холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и обслуживание на квартирном доме. Естественно, некоторые собственники говорят, мы не видим обслуживания, мы из-за этого платить не будем. Но это неправильно, если вы, если собственник видит, что управляющая организация не работает, либо коммунальная услуга ненадлежащего качества предоставляет. Надо вызывать представителей, составлять акт, давать претензии. Будет сделан перерасчет. Это все у нас в законодательстве прописано. На данный момент задолженность населения на территории городского округа 980 миллионов, почти миллиард. Естественно, ресурсоснабжающие организации. Вот сейчас у нас 280 миллионов задолженность за газ. Мы работаем как и судебными приставами, проводим комиссии в администрации, с управляющими организациями, работаем с мировыми судьями, чтобы ускорить процесс взаимания задолженностей. Потому что после отопительного сезона есть вероятность ограничения поставки коммунальных услуг. Потому что Газпром, Межрегион, Газ, Москва, у них в договоре прописано. В случае двухмесячной неоплаты ресурсникам за природный газ, они будут ограничены. Естественно, жители начинают обращаться в адрес администрации, в адрес правительства, и говорить, как так, мы платим, а происходят ограничения. А вот именно из-за того, кто не платит, происходят эти ограничения. И это все на договорных отношениях между ресурсником и Газпром. То же самое Мосэнергосбыт. Они могут ввести ограничения также на котельную. Потому что в отопительный период, естественно, для обеспечения населения теплоснабжением никто вводить не будет, но будет претензионно работать по судам. Но после окончания отопительного сезона есть такая вероятность. Но я думаю, на территории городского округа мы эту ситуацию выплюем. Потому что очень большая работа проведена в этом году. И в следующем году мы не остановимся. Судебные приставы и мировые судьи за последние три месяца очень много возбудили дел и приняли в производство. Так что работа продолжается. Ну, знаете, ситуации у людей бывают разные. Я согласна, что, конечно, не повод не платить. Тем более, что долги не накапливаются у людей. Что человек раз не заплатил, два не заплатил. Но все-таки бывают какие-то случаи. Действительно, там, мать тянет на себе несколько детей. Да, но случится такая ситуация. Есть ли в этом случае какие-то, может быть, законодательные меры, которые могут как-то помочь человеку, либо в рассрочку, либо, может быть, сократить платеж? Ну, естественно, и в управляющих организациях, в ресурснабжающих работают люди. У них у всех есть абонентские отделы, есть юристы. Любая управляющая организация никогда не откажет собственнику, который имеет задолженность и пришел к ним, сделать рассрочку платежа. Ну, естественно, не на сто лет, а на разумные сроки. В зависимости от задолженности, но и от платежного состояния человека. Просто собственникам, жителям необходимо обращаться в свою управляющую организацию, либо, если прямые платежи, в ресурснабжающую. Все пойдут навстречу. Не было еще ни одного случая, чтобы кто-то кому-то отказывал. Но есть льготные категории граждан тоже, наверное, поскольку. Но льготы получают только через субсидии, ну, после оплаты. Естественно, если там есть 50%, кого-то там 25% возвращается за жилищно-коммунальные услуги, только после оплаты эта выплата приходит обратно человеку. У меня вот такой вопрос, ну, наверное, он более личного характера, но все-таки такой. Вот знаю я, что иногда пенсионеры, люди такого же преклонного возраста оказываются, ну, фактически одни, да? Да, социальная защита им помогает и так далее, и тому подобное. Но вот жилищно-коммунальное хозяйство, которое, ну, то есть, допустим, в квартирах, в которых она живет, да, вот, оно находится в каких-нибудь очень таких вот стесненных условиях, плохих условиях. Допустим, есть ли в ЖКХ, да, какая-то, ну, может быть, история, не история, какие-то такие возможности помогать таким людям с ремонтом? Опять же, могут ли такие люди куда-то обратиться, чтобы им помогли сделать ремонт в их квартире? Как это, насколько это вот... Ну, в основном у нас, ну, это можно также и в управляющую организацию обратиться, но в основном у нас идет поддержка, это ветеранам, вот, и в квартиры, которые у муниципального жилого фонда. У нас там происходит замена и установка газовых плит, газовых водонагревателей, замена. Некоторые, я знаю, управляющие организации делали ветеранам ремонт квартиры или то, что они попросят ремонт балкона, там, ремонт ванны, были такие случаи. Также в МОСУ был газ, без разницы, там, квартиры муниципальные, не муниципальные, тоже определенным там критерием на 9 мая меняет газовое оборудование. А, кстати, по поводу газа? Ну, да, это бесплатно за счет, либо предприятия, за счет муниципалитета, но только в муниципальных квартирах мы это делаем. Газовое оборудование, раз уж мы заговорили об этом, тоже такая тема актуальная, потому что следить, в общем-то, за этим оборудованием важно. Сколько случаев, да, когда мы слышим о взрывах, так называемых, бытового газа. Да, очень большое количество. И мы в этом году, могу сказать, что в первой десятке заняли по отключению газа в многоквартирных домах, потому что не все собственники заключают договора со специализированной организацией на внутриквартирное газовое оборудование. Это также утверждено постановление правительства, это обязанность собственников. То есть это непосредственно того, кто... Да, кто живет в квартире. И из-за этого приходят слесаря, сантехники, может, с управляющей организацией, либо с другой, с другой любой организацией, и начинают менять газовую колонку. Подключают неправильно. То есть такого делать нельзя? Такого делать нельзя. Я бы, честно говоря, всем советовал обратиться, первое, это в управляющую организацию, и второе, это в гарантирующую организацию, которая транспортирует газ, это МОССАБЛГАЗ. Она у нас здесь находится на Октябрьской, потому что, может быть, у управляющей организации есть договор оферты, и уже заключен договор на внутриквартирное газовое оборудование. Сначала первым шагом надо обратиться в управляющую организацию, официально обратиться, не к слесарю, который ходит вокруг дома и обслуживает его, а официально обращение в управляющую организацию. И после этого управляющая организация скажет кому. Либо у нее заключен договор, либо в МОССАБЛГАЗ. Потому что только специалисты, которые аттестованы и знают, как это делается, могут подходить к этому оборудованию. Потому что у нас порядка 25 квартирных домов. Из-за того, что слесаря перепутали просто банально подводку, это гибкие шланги, и за место газа подключили к холодной воде, и весь газопровод до, можно сказать, до центральной магистрали, потому что давление в системе водоснабжения, там, от 4 до 7 атмосферы, в зависимости от этажности и расположения дома, естественно, передавливает газ. И МОССАБЛГАЗ потом своими специалистами из центрального газопровода, ну, перекрывает, естественно, газ, выгоняет, просушивает, продувает систему. Это очень большие затратные работы. Естественно, всех собственников выявляют, по чьей причине это происходит. И МОССАБЛГАЗ в рамках своих тарифов выставляет штрафные санкции. Это прямо история ужаса, на самом деле. А чтобы потом запустить этот квартирный дом, то же самое, регламент в рамках постановления правительства. Пока у всех не будет актов внутридомовой вентиляции и дымоходов, но это делают управляющие организации, пока не будет заключенных договоров на внутриквартирное газовое оборудование, ну, естественно, управляющие организации на внутридомовое газовое оборудование. Но за этим моя администрация постоянно, ежегодно мы запрашиваем информацию и нам предоставляют. Собственникам на квартирного дома газ полностью не дадут. Либо будут по квартирной перекрывать, кто не предоставил документы, и запускать по стрекам, там, где есть все документы, и сама система в порядке. Потому что многие очень устанавливают пластиковые гофы. Это запрещено. Должны быть металлические гофы. Вот. Некоторые устанавливают над газовой плитой сразу газовую колонку. Образно говоря, плита греет, еще и газовую колонку. Это тоже очень опасно. Очень много замечаний. Я сам выезжал лично с сотрудниками Мособлгаза на практически каждый вот такой технологический сбой. Вот. И уже по факту видели, какие нарушения у жителей. Вот такое оно, жилищно-коммунальное хозяйство. Очень непростое. И, как говорится, за любым хозяйством нужен пригляд. И профессиональный, конечно. Потому что, ну, не зря все-таки люди работают в определенных областях, знают и технологии, и все-таки, наверное, действительно, самодеятельности не нужно. Нужно, да, звать Васю из соседнего города, а все-таки пригласить человека из вашей управляющей компании, который знает, который за этим домом, в общем-то, несет за него ответственность. Наверное, да, очень важно, чтобы люди это понимали. И вы можете с него спросить, с этого человека. Абсолютно четко, как говорится, по всей форме. Ну, и не забывать, на самом деле, что и от каждого жителя зависит от своевременной оплаты, от, собственно, внимания не только к своей квартире, но к своему подъезду и, в общем, к дому, как все будет обстоять. Ну, думаю, что сегодня мы такие самые важные темы затронули. В любом случае, жители всегда могут попасть, я так понимаю, да, и позвонить, и обратиться, и через интернет, если возникли вопросы, ну, общего характера, да, по вот этой сфере ЖТХ. Если есть они, обращайтесь обязательно, не молчите, потому что все, говорится, должно решаться вовремя. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя. Напоминаю, что был у нас исполняющий авиазместитель главы администрации городского округа Щелкова Аркадий Собейников. Благодарю вас, Аркадий, что пришли, и желаю вам удачи на вот этом трудном, но очень важном пути. Спасибо. Спасибо вам большое. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова